Наступили холода, зима близко, но еще не все почувствовали тепло в своих домах. Люди ждут. Кто-то переживает, как бы не замерзнуть в нынешнем сезоне. И предпосылки уже есть. Так несколько, насколько сегодня ТЭЦ готовы к работе и не будет ли уголь в дефиците. Об этом нам расскажут профильные чиновники. Через пару минут подведем итоги. Субтитры создавал DimaTorzok Директор исследовательского центра «Энергетические аспекты Казахстана». У меня первый вопрос. Итак, все ли ТЭЦ Казахстана готовы к предстоящему отопительному сезону? Вопрос, наверное, от Минэнерго. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Подготовка ТЭЦ к отопительному сезону и их прохождение к отопительному периоду под пристальным вниманием находится Министерство. На текущий момент отопительный период начался в 10 регионах Казахстана из 20 регионов. Идет процесс подключения социальной сферы и жилых зданий, помещений к отоплению и централизованному теплоснабжению населенных пунктов Республики Казахстан. Учитывая, что у нас изношенность оборудования больше 80%, как мы можем оценить готовность на данный момент? Здесь нужно сказать, что необходимо, во-первых, разделить готовность теплоисточников и тепловых сетей. Здесь есть такая уверенность, можно сказать, что наши теплоисточники более-менее подготовлены к отопительному периоду. Есть резерв оборудования определенный. Необходимо отметить, что эти ремонты еще не завершились, пока процесс еще идет. Но на начальном этапе, пока того тепла, который сейчас они могут доставить потребителям, его достаточно для начала отопительного периода. Это месяц-два. И к этому времени уже подошпеет другое отремонтированное оборудование. И мы надеемся, что в комплексе и теплоисточник будет подготовлен. По теплосетям есть, конечно, вопросы, потому что это такая сфера, которая подвержена износу, как таковому, и длительный период времени не хватало. Теплосети, понятно, но нас все-таки в первую очередь интересует ТЭЦ. И вот я хотела бы у вас спросить, что делается конкретно сейчас по части модернизации именно ТЭЦ? Вот чтобы мы все помним трагедию, да, Петропавловскую? Необходимо сказать, что заключены соглашения инвестиционные с этими предприятиями. И на 11 из этих ТЭЦ, которые у нас в Казахстане размещены, эти инвестиционные соглашения действуют и находятся в стадии реализации. И у них, в принципе, сроки определены где-то порядка до 2027 года. Где-то примерно так. Так, и на чьи деньги проводится модернизация? Ну, это через тариф, предельный тариф, тот, который регулирует Министерство энергетики. В нем предусмотрены расходы на эти мероприятия. И надеемся, что они будут реализованы. То есть, получается, если мы платим деньги, да, значит, мы имеем право и знать какую-то информацию, да, где сегодня можно, есть открытые источники, где можно посмотреть, на что уходят деньги, что конкретно модернизировано и так далее. Сегодня есть такие источники? Вот обычный плательщик. В частности, Рустам Кунамбаев, Министерство национальной экономики. Как коллега сказал, озвучил, да, инвестиционные программы на сегодняшний день имеются. Просто здесь, в данном моменте, необходимо определить, что на сегодняшний день в целом в серии теплооснабжения оказывает порядка 330 субъектов естественного монополия. При этом из этих 330 субъектов, да, 37 ТЭЦов, да, конкретно, они осуществляют деятельность комбинированную. То есть, вырабатывают и как электрическую энергию, так и тепловую энергию. В сфере естественного монополия, которая подпадает под госрегулированные именно Министерство национальной экономики, относится именно к теплооснабжению. В части теплооснабжения уже у нас с 2015 года реализуется программа предельных тарифов, в рамках которого предусмотрено утверждение инвестиционной программы субъекта естественного монополия. Данный предельный тариф уже два этапа проходит. Первый был этап, это 2015-2020 годы, был утвержден пятилетний период. Второй пятилетний, это 2021-2025 года. На сегодняшний день уже 88 субъектов естественного монополия работают по этим долгосрочным тарифам. За 16-20-е годы уже реализованы порядка инвестиций на сумму более 100 миллиардов тенге. Данные инвестиции позволили обновить реконструкцию сетей около 600 километров. И тем самым мы снизили уровень теплосетей именно в сфере теплоэнергетики. Скажите все-таки, кто контролирует, кто идет в контроль? Теперь же части контроля. Именно в сфере естественного монополия теплоэнергетику госконтроля осуществляется Министерством национальной экономики. Осуществляется каким образом? То есть мы утвердили, что в субъекте естественного монополия ежегодно до 1 мая есть обязанность предоставлять отчет об исполнении данных мероприятий инвестиционной программы. И с 1 мая в течение 60 календарных дней наш уполномоченный орган, мы проверяем по факту выполнены данные мероприятия или нет. По итогам, если выявляем, что данные мероприятия каким-то способом не выполнены, то применяются меры реагированные в части введения временно компенсирующего тарифа для того, чтобы в целях возвратить данную сумму потребителям обратно. То есть, когда мы инвестпрограмму утверждаем, она ложится в тариф, с потребителей данные суммы собирается, субъекте есть монополия, потом из этих денег реализует свое мероприятие инвестпрограммы. А если же не выполняет, то путем внесения этого утверждения временно компенсирующего тарифа мы обратно данным потребителям возвращаем. Как на практике это происходит? На практике, на сегодняшний день, если по факту взять, в этом году, на 2020 году мы проанализировали отчеты порядка 209 субъектов с монополией и уже ввели временно компенсирующие тарифы на сумму около 2 миллионов тенге. Приняли меры, но в этом направлении еще работа продолжается. До сих пор анализы отчетов, отчеты субъектов анализируются. А в части, где можно посмотреть все эти информации, у нас имеется сайт комитета по регулированию естественной монополии. Я вас перебил, вы какую сумму назвали? 2 миллиона. Это немало? Так, насколько мне известно, но это только по 209 субъектам естественной монополии. А у нас порядка около, оказывают регулированные услуги 1200 субъектов естественной монополии по республике. Из чего сегодня формируется тариф? Тариф, она, у нас на сегодняшний день применяется затратный метод тарифного регулирования. Данный затратный метод, она направлена на расходы и затраты субъектов естественной монополии. То есть все затраты, которые несет субъект естественной монополии для предоставления данной услуги, она делится на объем регулированных услуг, которые предоставляет, то есть которые потребляет население или юрлица, бюджет. Тем самым определяется на себестоимость услуги, то есть тариф на 1 гигакалорий. Я не сомневаюсь нисколько в правдивости ваших высказываний, но вы говорите немножко непонятным языком для простого телезрителя. Объясните нашим телезрителям простым языком, из чего идет формирование тарифов. Это можно как-то перевести более понятно? Ну и себестоимость, то есть затраты, это операционные затраты, то есть это заработная плата, потом покупка стратегического товара. Здесь бы хотел отметить, что самую основную часть, порядка 60% доли себестоимости тарифа, она идет покупка стратег товара. В нашем же случае в сфере теплоэнергетики стратег товара как раз таки является уголь, газ, мазут. К сожалению, на сегодняшний день северный, восточно-казахстанский, северный регион, они в основном топятся уголь, мазут. А в южных, западных там у мазут и газ. Соответственно, где мазут и газ, она подпадает в госрегулирование, здесь как бы есть возможность сдерживать. А когда идет в северных регионах, где основным сырьем является уголь, здесь немножко сложно, потому что на сегодняшний день уголь, она находится на конкурентной среде, не подлежит госрегулированию. А вот в этом отопительном сезоне уже есть какие-то заявки от монополистов? На сегодняшний день, да, именно на сегодняшнюю дату имеются две заявки на увеличение стоимости тарифа в связи с увеличением стоимости угля. Это в Карагандинской области и еще в одном области. Два региона, да? Не можем назвать, да? Карагандинская и... А я вот слышала, что у нас в стране больше угля добывать начали, нет? А, в Абайской области. Правда, да? Вы знаете? Да, в этом году на текущий период. Почему это не влияет на тарифы? Вот сейчас говорят дефицит. Дефицит угля? Нет, никакой дефицит нет. Из-за чего тогда повышается тариф? Говорят, уголь. Вы сказали. Дефицит, а стоимости самой угля. А, то есть он дороже, ну значит он в дефиците, если он дороже, правильно я понимаю? Или нет? Ну, здесь уже зарубежно подоржало сильно. Смотрите, если что понимать, разница стоимости, да, в Европе она стоит, наверное, 10-20 раз дороже, чем она сегодня продается. Если мы бы работали по рынку, если продавался уголь по различным ценам, которые сегодня в мире есть, то я не знаю, какой был вообще тариф, вообще мы выделяли бы тепло. Цены, они очень разные. Правильно отметил коллега, цена угля находится в конкурентосреде. Это не монополия. Единственное, что мы можем сделать, угледобавочек компании, и что в нашей ведущей ведется, это вот, ну, просто говорить, да, максимально сохранить цены там. Если сравнивать за последние три года накопленная инфляция, она превышает больше 30%, а если сравнить цены на уголь, такого роста нет. Даже тот уголь, который мы сегодня продаем население коммунального бытового сектора, они сохранились на прошлогодном уровне. Это нам позволяет сегодня комфорт, чтобы наши граждане покупали уголь. Я приведу пример. Крупный Шубар-Куль, Кумара-Майкуба, вес Харажра, цены на уровне 6-8 тысяч. В принципе, они в прошлом году такие были. Теперь наша задача доставить этот уголь доступной логистикой, да, подуем вагоны КТТ, которые тарифы дешевле на 30%, чем частные вагоны парка. Также мы стараемся контролировать точки продаж крупных дилер, чтобы там также не было завышенной цены. Это методом уже Акиматы и АЗРК. Тем самым мы сделаем максимально комфортные цены для конечных потребителей. Но, в частности, наша ведомство отвечает за коммунальный бытовой сектор и население. У меня все не дает покоя. Вот то, что сказали про Карагандинскую область, угледобывающий регион. Да, и вы говорите о том, что там повышаются тарифы из-за угля. Правильно? Как так получается? Ну, там, видите, там просто нужно параналитры. Как я отметил уже, да, на конкуренционной среде находится. И в этой части только имеет уполномоченный орган Агентства по защите и конкуренции. В нашей части мы не можем туда полезть, посмотреть калькуляцию данной цены, почему увеличение стоимости именно угля идет, по каким признакам. А вы кому-то говорили, озвучивали, что вы не можете, как вы сказали, полезть, посмотреть? В принципе, везде вот этот вопрос поднимаем на свой момент. Мы даже предлагали уже, чтобы предложения выходили, чтобы как-то его временно хотя бы сделать госценовое регулирование на производство угля. Но пока на временном уровне обсуждения данный вопрос, к сожалению. И в Абайской области, да? И в Абайской регионе, да, которые заявки. Покупать уголь онлайн теперь могут жители Кустанайской области. Вот такое новшество. Это пилотный проект, пока только для одного региона страны. Программа по приобретению твердого топлива через мобильное приложение разработана министерством совместно с банками второго уровня. Новинку оценил премьер-министр страны. И он считает, что данный подход позволит снизить очереди в местах продажи угля. Так вот, сделать заказ можно в смартфоне. Жителям региона сейчас доступна, правда, всего одна марка угля. Тонна Шубаркульского в онлайн-системе стоит 16 тысяч тенге. При этом приобрести его можно в рассрочку от 3 до 6 месяцев. Новой онлайн-услугой уже успели воспользоваться две сельские семьи. Человек заходит на это приложение, закупает тоннаж, уголь, оплачивает его. Далее уже на тупиках имеется автомобиль, который люди могут нанять и уже доставить к себе домой данный уголь. Крупный поставщик, оператор занимается реализацией данного угля через это приложение. Другие операторы сейчас на стадии подключения к данной системе. Ну так что, у нас не будет перебоя с углям в этом году. Как вы считаете, эксперты, дорогие? Все решите. Конкретно по коммунальному бытовому сектору и население потребляет порядка 10 миллионов. Если быть точным, на этот сезон у нас 9 миллионов 567 тысяч. Сегодня уже в регионах находится 47,2%. Угля, по сути, половина. Холода только наступили, мы уже успели половину завести. Теперь задача, сейчас наступает сезон, пиковый спрос. Наша задача вовремя подавать вагоны, контролировать и чтобы не было утечки. В этом отношении делается, можно сказать, многое. Если помните, в прошлом году была проблема сильных завышений в стоимости. И были какие-то факты по посредникам. С этого года мы уже продаем уголь на биржах. Теперь у региональных операторов появился прямой доступ к угольным разрезам по прямым ценам. Также мы подаем вагоны Каз-Тимар-Транса, где тарифы, как я говорил ранее, 20 на 20-30% дешевле. Мы еще летом, почему хорошие высокие проценты у нас получается по обеспечению. Мы летом начали работать через акиматы с населением, чтобы мы не ждали холода. Но обычно как, когда поступает морозы, мы идем искать уголь. Понятно, угольный тупик максимум может продать в день 100 машин. А там будет спрос тысячи машин, и пока задействуем инвультируем, там будет стоять ажиотаж, который мы видели в прошлом году. Поэтому мы работали с населением, чтобы они заранее закупали там. Здесь очень многие регионы хорошо поработали в этом отношении. И также мы не оставляем контроль цен, который на местах уже местной акиматы с оригинальной Мазарка контролирует. Надо признать, по ценам, когда мы работаем с разрезами, подавая дешевые вагоны, контролируем цены, у нас появляется ряд проблем. Как я говорил, цена угля за пределом Казахстана намного дороже. Тот же уголь, который потребляет сегодня населением, в России стоит в 2,2 раза дороже. Появляется соблазн вывозить уголь. Такие были факты тоже. Когда автомобилем якобы для населения забирают, но на самом деле не копятся, потом вывозят за пределы страны. Мы приняли соответствующий документ ограничений о автотранспортном вывозе этого угля. То есть делается максимально все, чтобы был уголь физически в наличии, и чтобы цена была комфортной. Ну а качество? Качество, ну это же на потребителя. Вы отметили то, что Халыкбанк пока что реализует шубаркуль, но шубаркуль-кумр, она считается самым в народе брендовой. Это по теплоотдаче, по калорийнице, и в целом очень комфортно. Оттого на него и спрос большой, ну хотя его, правда, не всем хватает, и ограниченной получается добыча. Ну уже вот в этом году я слышала, что люди жаловали, что с породой, с камнями продают уголь. Ну здесь у потребителя есть право вернуть, что и происходит, но такие случаи, наверное, от 100%, от 100 случаев может быть один, ну максимум два, и то это надо проверять. Это единичные случаи, которые выходят заявляться, но никто же не проверяет. Их, на самом деле, немного. Сейчас мы вынуждены прерваться, у нас короткая реклама, не переключайтесь, вернемся через несколько минут. Итак, мы снова в эфире обсуждаем предстоящий отопительный сезон. Мы вернемся, пожалуй, к теме ТЭЦ. И у меня вопрос к эксперту. Вот, казалось бы, текущие капитальные ремонты проводятся у нас регулярно, да? Но хватает ли этого для полноценной масштабной модернизации на сегодняшний день, на ваш взгляд? Как эксперт я смотрю с позиции общественности, не как госорган. Я вот из всего услышанного сейчас хотел два обобщения сделать. Первое, мы все знаем, что теплоэнергетика, она сильно связана с электроэнергетикой. Вот коллега может подтвердить. Если электроэнергетикой ситуация не очень, как сейчас, то это может угрожать и теплоэнергетике. Сейчас запускается новый закон о теплоэнергетике, где вот с позиции общественности, я сказал бы, в погоне за какой-то инвестиционной привлекательностью это не вошло в конфликт социальной защищенности. Вот этот аспект очень важен, как бы. Теперь второй момент. Что касается угля, вот мы по заверениям узбекских чиновников наблюдаем, что они говорят, что возможно с 2023 года продажа газа прекратится Казахстану. Это не каприз узбекских коллег, это просто дело в том, что в Узбекистане падает добыча сама по себе. Им скоро даже самим не будет хватать. Даже разговоры ведутся о том, что они будут импортировать газ из Туркмении. И отсюда следствие в том, что на юге Казахстана, кстати, самый энергодефицитный регион, нужно будет новое ТЭЦ строить. Сейчас же мы на газу же в основном все. И как это государство будет поворачивать, вот такой сюрприз, скажем так. И повышение угля 70%, по моим расчетам, до 85% будет в Казахстане. Уже по факту. Если оставить в стороне вот эти очень восторженные ожидания от ВИА, возобновляемой энергетики, то я думаю, что это потребление угля повышается. И этот уголь превращается в стратегический товар. И слава богу, что внутри страны идет субсидирование, а мы не отпускаем этот товар как в виде биржи, скажем так. Когда, допустим, на лондонской бирже она стоит 700 фунтов за тонну. И вот это плюс. Дело в том, что со стороны общественности я хотел сказать, что все вопросы касаются электроэнергетики, ситуация, по идее, не очень хорошая, по идее. Дело в том, что в электроэнергетике мы ждем какого-то доброго инвестора, который придет и все наладит. Но последние 20 лет ни один инвестор не пришел в эту отрасль. И нужно понимать, что эта отрасль, она субсидируемая, это принять надо. С этими тарифами ни один инвестор не приходит. А если послушать зарубежных экспертов, там, ЮСАИ и других, они говорят просто повышай до 150 тенге. Сейчас 25, допустим, да, скажем так. То есть неизбежно повышение, да? Вот эти вопросы, вообще, вот это государственное планирование, стратегического подхода, они должны быть очень глубоко проработаны, я бы сказал. А что вы говорите, то, что подготовка ТЭЦ, это, в принципе, вот мой коллега может подтвердить, там же у них паспорт готовности и все эти мероприятия. А почему вот за счет тарифов всегда? Да, 90% государства само должно уже потихоньку начать строить ТЭЦ, может, на юге, если сейчас потребление угля будет увеличиваться. То есть мы не должны ждать инвесторов, государство должно, может быть, создать какую-то компанию угольную. И, допустим, вот сейчас очень хорошие идут подвижки по возвращению Кюгок в лоно Министерства энергетики, скажем так, да? Вы же знаете, что Самрук не подчиняется Министерству энергетики. А в Самруке сидят четыре нацкомпании. Казахгаз, Кюгок, Самрукэнерго и Казмоногаз. А многие вопросы очень тесно работают в Министерстве энергетики. То есть тот вопрос, я считаю, что проблема наша в госуправлении вообще, в глубоком, вот если анализ слабой межведомственной взаимосвязи, если вот этот главные приоритеты, опять же в социальном направлении для народа, если вот это все правильно расставить, а не в какой-то буржуазный какой-то олигархический метод, где все разрешается только через калькулятор, скажем так, да? Если вот эти подходы убавить и по новым углом зрения это смотреть, я думаю, что отсюда вот главные базовые настройки, если мы вот политические базовые настройки, мы фундамент хорошо поставим. Я думаю, что как раз-таки под таким углом зрения мы сейчас и начинаем смотреть. У меня вопрос к Минэнерго. Что вы скажете вот на такие вот неизвестные ранее факты, допустим, для меня, да, по газу потом уже? Что нам ждать повышения? Ну, здесь эта уже ситуация поворачивается лицом, ну, именно к производству как таковому. Мы знаем, что энергетика – это база тяжелой промышленности. И в первую очередь она должна развиваться с опережением. И в последнем своем обращении, послании президент озвучил это, инвестиции в обмен на тариф. И, соответственно, надеемся, что таким таким путем… Ну, кто должен привлекать инвесторов в эту сферу? Ну, инвесторы они сами по себе. У нас же частные, часть каких-то частные у нас, и есть ТЭЦ, и энергоисточники, и есть государственные. Соответственно, они в конкурентной своей среде находятся. И относительно монополизированы, будем говорить. И нужно отметить, что энергетика вообще недофинансирована. Вот здесь в связи с тем, что у нас такое социально направленное государство как таковое, у нас тормозятся как таковые тарифы. Но нужно отметить, что производство само по себе, ну, как производить те же капитальные ремонты, модернизацию… У меня вопрос, вот почему все время говорим о тарифах? Все берется из тарифов. Есть какие-то собственные средства? Ну, в части именно сферы естественного монополия… Потому что иным деятельностям есть кое-какие запреты со стороны агентства пазащих конкуренций, да, чтобы для развития конкуренции. И в этой связи им запрещают заниматься каким-либо иным деятельностям. А остается только основной источник – это тариф. Тариф как раз-таки обеспечивает полностью вложение тот или инвестиций… Это тариф, и все. Да, ну вот смотрите, допустим, у нас в стране 22 ТЭЦ, и все они в частных руках, да, насколько я не ошибаюсь, правильно? Есть статистика, вот сколько заработали вот эти компании? Есть кто-то, ведет эту статистику? Мы можем сегодня эти цифры озвучить? Сколько они тратят на ремонт, на модернизацию? У нас, согласно законодательству, закон об альтернативе запрещает вмешиваться в хозяйственную деятельность, в предприятие, в коммерческую деятельность. Контрактная деятельность. Но она же за счет тарифов идет, как вы говорите, обычных людей, которые платят. Ну, все расходы антимонопольный орган контролирует. Мы только техническую часть ведем. Ну, в части, я бы здесь хотел опять же вернуться к той теме, что необходимо понимать, что, да, антимонопольный орган, как вы говорите, Министерство национальной экономики, да, тарифообразование. Но я повторюсь, мы в части тарифообразования именно субъект естественной монополии. Но комбинированные ТЭЦ, как я уже озвучил, да, они вырабатывают как тепловую энергию, так и электрическую энергию. То есть один ТЭЦ, он вырабатывает и электро, и тепловую, при этом у него практически затраты одинаковые несутся. Хорошо, давайте я по-другому вопрос задам. Применяя просто методику разделя учета. Кто владеет этой информацией сегодня у нас в стране? Кроме самих ТЭЦ? Вот в рамках тарифообразования, естественно, у нас, я уже озвучил, да, у нас в рамках инвестиций привлекло за период 16-20 год порядка выше 112 миллиардов тенге. А на 21-25 заложено 183, если не ошибаюсь, ну более 180 миллионов, миллиардов тенге на инвестиции в рамках тарифообразования. Так, смотрите, сломалась труба на ТЭЦ, да, сколько потрачено на ее ремонт? Где я, как платежщик соотопления тоже, да, могу узнать? Вот если по-простому, так спрошу. Ну, все платежи, у нас, как я уже озвучил, да, на сегодняшний день у нас законодательство с монополией, тариф на, что включает тариф и инвестиции, она прозрачна. И с субъектом, закон, естественно, прямой, есть запрет, чтобы его выявлять коммерческой тайной. Субъект, вы можете, как на сайте комитета, посмотреть, какие утвержден тариф и что туда, какие статьи затраты заложены, тот же ремонт, тот же инвестиции. Это в открытом доступе. И также можете на сайте самого субъекта естественной монополии. Плюс к этому, ежегодно, по полугодиям, субъект естественной монополии проводит отчет перед потребителями об выполнении таких, этих же инвест-программ, которые, что они сумели, какую сумму смогли освоить и на какой стадии. Все это проводится через онлайн или же с приглашением всех потребителей заранее в виде публичного слушания. Помимо этого, как я уже озвучил, третий метод уже это отчет самого субъекта естественной монополии, который как непосредственно анализ проводится в полномочной норме, то есть нами. В общем, на сайте можно все найти. Вы хотели что-то сказать? Да, решите дополнить. Мы сейчас говорим про тепло, про уголь. Немного системный характер уже набирает в Казахстане. Взять же то же самое газ в целом, да, и свет можно взять. Есть одна такая очень поучительная история в экономике. В одном государстве правитель решил сделать, допустим, хлеб в два раза дешевле и выдал декрет. И все цены там снижаются в два раза, и те, кто не послушает, в частности бизнес, они будут наказаны. Народ доволен, хлеб дешевле в два раза стоит. И в итоге хлеб-булочная компания, он теперь покупает муку в два раза дешевле. Мукомольный предприятие не понятно, что происходит. Ну, я больше не могу, потому что буду наказан. Мы продаваем за полцены. Мукомольное предприятие идет, получается, фирма говорит, я теперь зерно буду брать там в три раза дешевле. Почему? Потому что, ну, вот, кондитерский покупает по такой цене. Народ доволен первый год, но на следующий год цена вырастает в шесть раз. Потому что бизнес полностью исчезает с этого сегмента, потому что зачем заниматься тем, которые будут государство регулировать, а то еще в убытки пускать. Тот фермер, который раньше занимался зерном, он теперь начал заниматься соей. Его не едят в этой стране, его едят за рубежом. Поэтому здесь надо понимать и находить тонкий баланс в этом вопросе. У нас растет стоимость тех, которые импортируемые, у нас меняется логистика, у нас тарифы на топливо растут. Поэтому мы должны решить, понять, что нам нужно, тепло или дешевое тепло. Дешевым теплом у нас будут проблемы. А вот с теплом, если мы будем нормально гармонировать с тарифами, в том числе с затратами, не держа тарифы, которые есть, на 10% в год, хотя инфляция может быть 20%, то буквально лет 5 у нас аварий еще будет больше. Разрешите дополнить. Да, пожалуйста. Это напоминает историю с дистопливом. Ряд экспертов говорят, что резко нужно повысить, чтобы 500 тенге стоило. Тут один нюанс есть. Допустим, мы, страна, энергобогатые. У нас ресурсы богатые. Тут проблема в том, что мы не можем пробурить, вытащить. И я вот не согласен с этой позицией. Если у нас в этом году после 17-го года сверхдоходы придут, 14 миллиардов долларов придут. Сейчас благоприятная внешнеэкономическая конъюнктура. Вы же знаете, мы можем доходы в этом году, мы можем даже атомную станцию сразу профинансировать. Сразу, сходу. Дело в том, что вот эта либеральная мысль, где невидимая рука рынка все это расставит, она, я думаю, ущербна. Дело в том, что где-то, где ее можно применить, вот как опыт, скажем, Швеции или Вьетнама, где государственное регулирование идет рука об руку очень хорошо с рыночным отношением. Но я бы за все регулировать, все отдавать на откуп рынку я бы не стал бы. Потому что, как сказал президент, у нас сейчас социальный поворот идет, социальное государство. От вот этого буржуазно-непонятного олигархических игр, которые были до этого, мы должны отойти. Все просто упирается в планировании и управлении этим государством. Если умело управлять, то можно совмещать рыночные отношения и государственные регулирования. Вот все отдавать рынку я бы не стал бы. Это очень опасная игра. Тут сразу социальный взрыв здесь возникает. Если где-то, вы сейчас видите, что во Франции и в Англии из-за энергетического кризиса идет национализация всех компаний. В атомной отрасли, в газовой отрасли. Тут нужно, что касается энергетики, очень осторожно. Энергетика на ней государство не должна зарабатывать. Это чисто обеспеченная энергетическая безопасность населения. Тут базовые принципы, какие мы преследуем. Мы за счет энергетики зарабатываем или мы просто обеспечиваем свою государство. Тут грамотные вопросы в самом начале должны быть поставлены. А потом уже решается, идем по буржуазному пути или по социальному пути. Вот и все. Ну давайте спустимся немножко на землю. Кстати, у нас уже сейчас рискуют остаться без тепла жители Тимиртау. В городе до сих пор идет замена труб на двух магистралях. Причем до этого генподрядчики и представители Акимата обещали закончить работы до отопительного сезона. То есть до 30 сентября. Однако сейчас жители замерзают в своих квартирах, а дети простывают в школах и детских садах. Мы съездили на место, где проводится ремонт и вот что там увидели. Предлагаю посмотреть. До 30 числа у нас подрядчики обязуются полностью завершить строительную монтажную работу, именно обеспечить целостность трубы. А это кадры сегодняшние, 3 октября. О финальных работах, судя по разрытым котлованам, речи не идет. Тимиртау с этим временем забросали в социальные сети жалобами. Люди мерзнут в своих квартирах. Все лето у нас простояла эта магистраль, так скажем, там никого не было, никаких работ не производилось. С сентября месяца только зашевелились. Нам сказали, дадут отопление, когда закончится полностью вся реконструкция тепломагистрали. Отопительный сезон светит нам не скоро. Наталья Гефлинг сегодняшнего дня на больничном. Говорит, что из-за холода в их квартире простыл 6-летний Давид. Семья практически обитает в одной комнате, которую отапливает обогревателем. В остальных температура не поднимается до 15 градусов. У меня вот ребенок, только с приема пришли. Естественно, заболел, потому что дома невозможно холодно. Свет выбивает, потому что у нас все, естественно, включили обогреватель у всех дети. Жители били тревогу все лето. Они не зря опасались, что встретят отопительный сезон с холодными батареями. Один подрядчик ссылался на задержку труб на границе. Дескать, теперь перешли на круглосуточный режим работы. Проект, который рассчитан на два года, мы сжали его, скажем так, в несколько месяцев. И, конечно, нам приходилось перекраивать и логистику, и всевозможные наши внутренние графики. Но мы прилагаем максимальные усилия, и изначально прилагали, чтобы целостность трассы обеспечить. Уже после объявления начала отопительного сезона продолжается ремонт на магистралях второй и третьей. От этих теплопроводов питаются свыше тысячи жилых многоэтажек и столько же частных домов, а также около 20 школ города. Теплосети Тимиртау изношены на 80%. В этом году идет замена 5 километров труб на магистрали номер 3. Реконструкция 6-километровой трассы обходится местной казне в 4 миллиарда тенге. От улицы Абая до проспекта Мира у нас, вот как раз-таки все силы сюда брошены. На сегодняшний день задействовано около 17 кранов и около 20 звеньев. Если завтра у нас ремонтная работа завершается, послезавтра уже с утра можем подавать отопление уже. Напомню, в Тимиртау 4 тепломагистрали. Это более 400 километров сетей. Замена 6 километров трубопровода – это только 1,5% от общего объема. Так что отопительный сезон без порывов жителям Тимиртау еще ждать не один год. И вот, кстати, таких примеров у нас немало. Почему похватились так поздно? Выражение «готовь сани летом» похоже не работает, да, у нас? Я здесь хотел бы прокомментировать, в каком плане, что на текущее вот сегодня утро, на 3 октября количество подключенных жилых зданий составляет 42% именно в городе Тимиртау. Да, там эту магистраль ремонтируют, но там первая магистраль, она находится в работе. И сейчас погодные условия позволяют поддерживать циркуляцию. Ну, то есть 60% еще не получают тепло? Да, ну, часть какая-то жителей, да, еще не получают. Ну, процесс идет, подключение, я думаю. Сейчас у нас очень холодно. Еще до конца недели, наверное, уже вопрос отрегулируется. Ну, так, надеемся. Ну, пока только надеемся, да, никаких точных? Погодные условия вроде сейчас сухо, солнечно, чтобы сдерживало ремонтные работы. Нет факторов на текущий момент. А вообще в Казахстане сегодня какие регионы еще до сих пор не подключены к отоплению? У нас по всем, вот я хотел бы прокомментировать, допустим, вот Абайская область, да, например, тоже подключение начали с 29-го числа. Из 1436 домов подключено 722, ну, на текущий момент, да, там, допустим. Акмолинская область из 1025 зданий, допустим, подключили 1022, например, да. Ну, мы, наверное, сейчас не будем все цифры перечислять. То есть здесь регионы разные, где-то тепло еще. Да, ну, мы знаем, что сейчас на юге и на западе, да, еще вообще ничего не подключено. А вот что касается северных регионов, то 100% подключения еще нет нигде, правильно я понимаю? Нету пока. Ну, процесс идет. Пока нету? Это поэтапный процесс подключения идет. Это не мгновенно, это не то, что электроплитку включил там или электрочайник, и он заработал сразу. Это целая процедура и процесс. Здесь зависит не только от теплоисточника и тепловых сетей, которые этим занимаются пристально, из-за этого, как говорится, деньги получают. А от населения тоже зависит, которые должны подготовить свои жилые дома, свою систему внутри, да, промыть ее вовремя, там, батареи. Ну, то, что мы сейчас видели, это явно не жители виноваты, да? Даже вот они подключат, есть же у нас и благополучные регионы, где вот, допустим, эту работу провели, а кто-то к нему спустя рукава отнесся. Да, Акимат все равно это сделает, все равно подключат, хоть как бы не было бы. И это зависит не только именно от энергетической компании, но и от населения тоже самое зависит. Ну, мне кажется, это какой-то маленький процент, что вы сейчас говорите. Своевременно оплачивать должны люди. Когда, знаете, такие котлованы разрыты, ты смотришь безнадежно на эти трубы. Оплачивают. Ну, это небольшой процент составляет, да, потому что здесь объемы ремонтов, они значительно сократились за последние периоды времени, да, ну, как таковы. А много таких регионов? Ну, нет, не таких, не много регионов. Вот где разрыты. Остальная масса подключается, подключены, да. Просто по теми ртам они немного подзатянули с поздней поставкой материалов. Мы же знаем, что основная масса материалов у нас прибывает из-за рубежа. Ну, политическая ситуация тут повлияла. Так, ну, собственно, каким будет предстоящий сезон? Мы поинтересовались в КАЗ Гидромете. Давайте послушаем. Во второй и третий декадах октября возможны частые влияния холодных арктических воздушных масс. В результате средняя за месяц температура воздуха прогнозируется около климатической нормы на большей части республики. А выше нормы на 1 градус на юго-востоке и востоке Казахстана. Ниже нормы на 1 градус ожидается на крайнем северо-западе страны. Во второй и третий декадах октября на большей части Казахстана прогнозируется неустойчивый характер погоды. Дождь с переходом в мокрый снег, туман, гололед. В северной половине, возможно, низовая метель. Ну, вот в октябре вроде обещают быть теплым, но все равно впереди зима, это сильные морозы. Есть ли риски на сегодняшний день какие-то, что зимой где-то что-то может, скажем так, рвануть? Это знают только Всевышний, в принципе. Интересный ответ у меня. Но, между тем, мы ситуацию уже знаем, вы же в энергетике примерно представляете, что недофинансирование идет, зарплаты низкие, непривлекательная стала отрасль энергетики. Молодежь туда практически не идет. Самые молодые люди, которые 50-45 лет сейчас, которые на станциях работают, то есть они уходят и все, кто этим будет заниматься? То есть здесь многое зависит и от корреспондентов, и прессы, которые должны показывать людей труда, их успехи, их такой труд и отношения вообще. Самоотверженные. Так, ну мы начали с устаревшего оборудования, да, закончили устаревшими кадрами. Вы говорите, что молодежь не идет, а те кадры, которые были, они уже сейчас не справляются, да? Нет, мы не говорим, что они не справляются, вот именно эти сейчас люди старшего поколения, более старшего поколения на своих плечах несут эту ответственность и стараются организовать этот, как говорится, процесс сам по себе. Теплоснабжение, электроснабжение. И об этом уже, ну, вопросы поднимались неоднократно, но вот в процессе, как говорится, идем мы к решению этих вопросов. Ну, надеемся, что в ближайшее время этот вопрос сдвинется. А есть какой-то один конкретный ответ? Вот что нужно нам для того, чтобы люди полноценно получали бесперебойное качественное теплоснабжение? Может быть, насколько нам нужно повысить тариф, чтобы у нас вообще исчезли проблемы? Есть какие-то варианты? По сектору коммунального ледового населения, которое твердо предоставляется, это, на самом деле, как я говорил, угля достаточно. У нас 34 миллиарда разведных запасов угля. Если мы будем добывать так же, как и сегодня, 115 миллион тонн, то этого хватит нам больше на 300 лет. Угля его достаточно, добывая столько. Здесь самое главное, чтобы население, как и добавлю, его заранее за благоверение закупало. Не ждать холодов. То есть у нас точки продажа не могут обслужить всех и сразу. Есть пропускная способность. То же самое по вагонам. У нас ограничено количество вагонов и локоматярных. Поэтому не ждать холодов, равномерно покупать его до наступления холодов. И цены комфортные, и ажитажа нет. И здесь самое главное и важное. А все другое, это хорошая комфортная цена, и его современная доставка, мы это организуем. Ну и к эксперту вопрос, наверное, более глобальный. Конфликт интересов есть. Самый интерес есть объективное увеличение потребления угля идет. Но мы сейчас гонимся за Парижским соглашением, так сказать. И согласно этому документу мы взяли обязательство по снижению эмиссии. Это климатический такой документ. Хотя он не носит такой характер, где за это тебя могут наказать. Это носит такой больше рекомендательный характер. Если государству нужна единая политика, где мы будем уголь использовать, вот проблема же вообще в СО2, просто в эмиссии. Если мы решаем вопрос СО2, скажем, какие-то технологии, новый ТЭЦ будем строить, где фактически эмиссии нет, мы не должны от этого отказываться. Тут двоякое положение. Уголь, он очень дешевый для населения. Газ дорогой. Население объективно сейчас будет идти покупать уголь, а мы, государство само, за рубежом заявляем с трибун, что мы занимаемся декарбонизацией. А внутри, в реальности, мы этим не занимаемся. То есть это вообще дилемма такая интересная. Ну вот так получилось, от частного к общему, да? Ну, потребление увеличивается объективно. Ну что же, все мнения выслушаны, обещания, как говорится, записаны. Остается только ждать их выполнения или невыполнения. Хотя в последнем случае, наверное, нужно будет нести персональную ответственность. С учетом того, что вопрос отопительного сезона под пристальным вниманием правительства. Надеемся, что предстоящая зима обойдется без сюрпризов и происшествий. Хотя бы в части того, что мы сами в силах не допустить. На этом у меня все. Передаю слово коллеге из программы Жанна Лахтар. Барлек. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова